Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем третью главу первого послания апостола Иоанна Богослова для библейского портала экзегет.ру. Апостол Иоанн пишет Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не познал нас, что не познал его. Апостол указывает ученикам на любовь, которую дает им Отец. Что это значит? Какую любовь дал нам Отец? Что значит дать любовь? Это можно понимать в двух смыслах. Речь может идти о том, что Отец так возлюбил, То есть Отец обратил к нам такую любовь. Но можно понимать и иначе. Смотрите, какой мы обладаем любовью, как мы любим друг друга. И эта любовь, конечно, исходит от Отца. То есть смотрите, какие возможности, какую способность любить открывает нам Бог. И мне кажется, что второй вариант как раз вернее. Для чего? Это Божья любовь. Помните, в другом месте, да? Любовь Божия излилась Духом Святым в сердца наши. Так вот, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. То есть Бог обращает к нам свою любовь. Эта его любовь наполняет наши сердца. И мы можем не только называться. Здесь вот важно, потому что во второй главе он говорил, что есть люди, которые называют себя, что они ходят во свете, говорят, что они в истине, а на самом деле они не в истине, они там не набьют брата, например. Так вот, апостол говорит, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. То есть в итоге мы можем сказать, что тот, кто любит, тот, кто пребывает в любви, тот и может называться чадом Божиим. Мир потому не знает нас, что не познал его. Ну, может быть, в первом веке можно было написать, что мир не знает христиан, потому что не знает Бога, потому что маленькой-маленькой иудеи жили люди, которые называли себя последователями Иисуса из Назарета, и их, наверное, даже не все знали в близлежащих районах, может быть, да, не говоря уже про столицу империи или про какие-нибудь другие страны или континенты, где, может, даже и не знали вообще, что иудея существует, или вообще и римская империя существует. Мир потому не знает нас, что не познал его. И тоже Бога, может быть, далеко не все истинного знали. Но, конечно же, апостолам Богослов подразумевает здесь нечто иное. Мир потому не знает нас, что не познал его. Речь идет не просто о знании, что вот есть какие-то такие люди, которые называют себя христианами. Здесь знание имеется в виду, мир не понял нас, не увидел ценность в нашей жизни. Мир пренебрегает нами, мир не становится христианским. Люди, потому что под словом «мир» он имеет в виду общество греховное, да, потому не знает, что он не познал его. То есть мир не знает Бога, не стремится к нему, и поэтому не стремится к христианской жизни. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Очень интересно, да, апостол говорит, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. И слово «дети», эту фразу «дети Божьи», ее можно тоже понять по-разному. Можно решить просто, что мы дети, ну, как там, сыновья и дочери. То есть мы уже усыновлены Богом, хотя еще до конца не открыто, какими мы должны быть. Не открыто, не в смысле, что мы не знаем, да, хотя мы и не знаем действительно на опыте, конечно, но теоретически знаем, потому что Иоанн Богослов понимал, о чем писал. Но еще слово «дети» можно увидеть несколько по-другому. «Дети», в них уже понятно, да, что они чьи-то дети, мы можем посмотреть на их родителей, но мы еще не знаем, кем они вырастут, кем они станут, какими они будут, когда вырастут. То есть мы дети Божьи, но еще дети, да, вот еще не открылось, что будем. То есть мы еще призваны к росту, к духовному росту, к развитию. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, подобны Богу». Об этом пишет апостол Павел, да, сейчас мы видим гадательно, как свой стусклое стекло, а тогда я познаю в ту меру, в которую я познан, поразительные слова. Апостол Петр пишет о причастии божественного естества. Вот апостол Иоанн пишет, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Понятно, что это некоторая тайна. Это состояние, к которому мы идем, называется обожением. Что значит обожение? В какой степени человек способен стать причастником божественного естества? Как понимать это слово, подразумевать ли лишь благодатное причастие и приобретение некоторых совершенств? Или может быть нечто большее? Хотя здесь такие споры, может быть, существовали, и существовали разные мнения, что есть это обожение. Но одно становится ясно, что дети, вот мы дети, если мы дети Божьи, то дети и родители, особенно когда дети вырастают, живут полнотой общей жизни, призваны жить, по крайней мере. Мы, как дети Божьи, призваны жить этой полнотой совместной жизни с Богом. Не случайно, простите, Григорий Богослов говорит, он стал такими, как мы, чтобы мы могли стать такими, как он. Вот такими, ну, несколько таинственными фразами, апофатическими, может быть, да, то есть такими до конца не раскрывающими, но дело в том, что вообще невозможно раскрыть никаких механизмов обожения. Не случайно апостол Павел закрывает все эти споры такой фразой, он говорит, не приходило то на ум человеку, что уготовил Бог любящим его. Поэтому все наши разговоры об обожении, они так или иначе являются разговорами около, потому что опыт обожения нам, людям, не открыт пока. Мы можем быть причастны отчасти, да, некоторому опыту богообщения, но что будет дальше, мы, конечно же, не знаем, и в первую очередь не знаем опыта. «И всякий, имеющий эту надежду на него, очищает себя, так как он чист». То есть, ну, опять же, да, речь идет о том, что всякий, кто желает этой встречи, чтобы увидеть его, как он есть, да, этот всякий человек должен очищать себя. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Раз речь идет о встрече с Богом, то речь идет обязательно об очищении, о том, что мы должны очистить не столько тело, конечно, сколько душу от накопившихся в ней ошибок, от накопившихся в ней грехов. Очищение — это на самом деле довольно простое в смысле сути, отказ от греха, покаяние, возвращение к Богу, но непростое в смысле совершения, того, как именно это совершить, как именно очиститься. И апостол в связи с очищением говорит о грехе, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Но эту фразу можно понять двояким образом, потому что речь может идти о беззаконии, ну, дали, например, заповеди, да, тем более, скажем, вот Иоанн Богослов пишет в первом веке, в то время для огромного числа иудеев законы — это закон Моисеев, и можно было бы подумать, что грех есть просто нарушение закона, закона Моисеева. Но речь может идти так же, и я думаю это в первую очередь так, о законах бытия, о законах тварного мира, не физических, а духовных. Грех есть нарушение норм тварного мира, тех норм, которые Бог вложил в него, и мы должны по ним жить, чтобы наша жизнь была полноценной, чтобы развиваться по тому замыслу, который в нас вложен. «И вы знаете, что Он явился, Христос, для того, чтобы взять наши грехи, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Эти фразы тоже, конечно, нуждаются в серьезном таком богословском комментарии, может быть, не на пространстве, на пяти минут. Но вот очень важный вопрос. В 53-й главе книги пророка Исаии есть такие слова. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, ранами его мы исцелились». И святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о том, а что же значит, что Он взял на себя наши немощи и наши грехи, наши болезни, говорит так. Понятное дело же, что нельзя взять просто чужую вину на себя. Представим себе, например, что есть человек-убийца, или есть человек-вор, и он совершил грех. Но не может человек, даже вот он может, например, сидеть за него в тюрьме. Человек даже может пережить смертную казнь за другого. Это не проблема. Ну, то есть, такое бывало в истории. Но невозможно, чтобы не убийца стал убийцей, а тот, кто убил, перестал быть убийцей. Он может раскаяться, он всю жизнь может потом прожить, мухи не обидев. Но время не идет назад. Мы не можем уничтожить то, что было сделано. Мы просто можем сделать так, чтобы это на нас не влияло. Покаяние это и означает. Больше на нас это не влияет. Мы начинаем жизнь заново. Но в таком случае, как же Христос может взять на себя наши немощи? И вот святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о 53 главе книги пророка Исаии, где в первую очередь это сказано. Он говорит, там, где у нас немощи, он показал силу. Там, где у нас болезнь, он показал здоровье. Речь идет о том, ведь когда мы совершаем грехи, мы постоянно оправдываемся. Ну вот, убил один другого. Всякий может сказать, я его убил потому-то и потому-то. Я украл потому-то и потому-то. То есть, вот есть, на все у человека есть оправдание. Есть люди, которые привыкли судить себя, строго к себе относиться. Но вообще мы постоянно говорим о нашей немощи, о наших, там, об условиях, в которые мы попали. И те заповеди, те ситуации жизненные, да, в которых мы оказываемся, мы их не совершаем. Это становится причинами нашей болезни, это нашей немощи. И вот он взял на себя. Это означает, что он всю нашу жизнь прожил. И в тех ситуациях, где мы падали и падаем, он не падал. И в тех ситуациях, где мы шли против Бога, он против Бога не шел. И даже до смерти. И смерти крестной. То есть, речь идет о том, что Господь исправляет. Вот вся тяжесть, вся логика греха всего мира. Потому что весь мир грешит. Мы так и можем, и так люди и говорят, да, вот не мы такие, а жизнь такая. Сама жизнь, сама логика жизни всего мира заставляет нас грешить. Мы настолько к этому привыкли. Мы даже не понимаем, как по-другому. И вот приходит Христос, и эта логика мира, и это очень хорошо выражено в этих искушениях. Вот тебе хлеб, вот камни преврати, да вот, там, значит, будешь управлять людьми, вот дам тебе все царства. Логика всего мира давит на него, но давит снаружи, не изнутри. Потому что он новый Адам, он заново проходит тот путь, который Адам не прошел. И он проходит его. И он показывает, что все грехи мира, весь грех мира совокупный, не уничтожает возможности человека покаяться и вернуться к Богу. Любого. Человек к этому способен. Так вот, апостол пишет, и вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. То есть в нем действительно в самом не было греха, но он взял на себя последствия грехопадения, вот те безукоризненные страсти, которые в нас из-за слабости воли становятся грехами, и развиваются в страсти уже укоризненные и греховные. Он их взял, и он все их сохранил своей человеческой волей, Бога-человек Христос, да, сохранил их в рамках безукоризненности. Он взолкал, но не совершил преступления ради того, чтобы наесться. Он хотел жить, но никого не стал убивать, не стал сбегать, да, для того, чтобы выжить. То есть везде, где мы впадаем в грех, он этого не делал. И он безгрешный, но взял на себя вот эти последствия грехов, и все их прошел безукоризненно. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». «Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Страшная фраза, после которой можно закрыть книгу, снять крест, рясу и сказать, ну, если всякий согрешающий даже не видел его и не познал его, то тогда что мы вообще здесь делаем? А всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Но надо сказать, что если мы будем читать в контексте, то уже в первой главе, в первой главе этого же послания апостол говорит, «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». И если вы обратитесь к первой главе, вы увидите, что он там об этом рассуждает, что на самом деле мы грешим, бывает. Вторая глава начинается, «А если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатай». Как же тогда понять эту фразу, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Дело в том, что наша церковность, наша связь с Богом носит динамический характер. Она живая, она все время находится в движении некоторым. И вот вектор нашей жизни может быть направлен к Богу, а может быть направлен от Него. И каждый наш сознательный поступок, он удаляет нас или приближает нас к Богу. Понятно, что положение, вот как, ну, допустим, стрелка, вот есть у нас компас, да, и стрелка направлена на север. Понятно, что кроме севера и юга, есть еще запад, восток, есть самые разные направления между севером и югом. И понятно, что если мы немножко отклонили стрелку, с помощью магнита, например, да, или еще чего-то, магнитной аномалии какой-нибудь, если это отклонение стрелки произошло, она сразу не упала на юг, она сразу не... не на 180 градусов произошло это изменение. Оно может быть незначительным, но погрешность это все равно совершается. И вот апостол говорит, что всякий, пребывающий в нем, не согрешает. То есть пока ты движешься к Богу, пока Он является твоей целью, пока ты внутреннему не изменяешь, ты не согрешаешь. Когда ты согрешаешь, ты действуешь так, как будто бы ты не видел Его и не познал Его. И действительно мы так и действуем, как будто бы мы на какое-то мгновение забываем о Боге, о Боге отворачиваемся от Него и действуем по-своему. Вот как Адам и Ева, когда они совершали грех, они совершенно забыли, что Бог существует. И Он оказался даже вне их. Мы когда видим в первых главах книги «Бытия», когда Адам с Богом общается, мы видим, что это теснейшее единство. Мы видим, что Адам получает от Бога заповеди, и мы верим, что он пребывал в Боге духовно и слышал его постоянно, и Бог был с ним. И вдруг после грехопадения это просто разные места, и услышал Адам, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. То есть так и здесь. Согрешая, особенности речи о сознательном грехе, мы сразу оказываемся уже не нацелены на Него, как будто бы мы не видим Его и живем без познания Его. Далее апостол пишет, «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен». Подобно, как и Он праведен. Он Христос, конечно. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем. И Бог, и Он не может грешить, потому что рожден от Бога». Тоже такие очень сильные и какие-то однозначные, строгие на первый взгляд фразы, которые могут просто не оставить никакого шанса человеку, человеку, который только движется к Богу, который только как-то настраивается на худо-бедно-маломальски какую-нибудь жизнь по заповедям и старается не согрешать хотя бы в чем-то. И тут вдруг говорится, что вот один праведен, другой неправеден. Один как Христос, другой как дьявол, потому что от начала дьявол согрешил. Здесь есть две возможности рассуждать. Первая в следующем. Речь идет о тяжелых, серьезных грехах. Вот у апостола Иоанна Богослова в первом послании как раз есть рассуждение о смертных грехах и несмертных грехах. Он говорит, что вот если есть брат, который согрешил, мы согрешаем, он говорит, но есть грехи не к смерти. То есть есть слабости, в которые мы впадаем, но это не сознательно. То есть это не внутреннее решение, не мое самоопределение по отношению к Богу. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда я говорю, да, вот Господь сказал делать так, вот так должно быть, я знаю, что так должно быть, но я делаю по-другому, я выбираю другой путь. Вот когда я это делаю, когда я так поступаю, и мы видим, что Господь обозначает этим очень конкретные вещи. Не убей, не укради, почитай отца и мать, не прелюбодействуй. Мы можем увидеть заповеди самыми разными, но, кстати, заметим, что самая главная заповедь о любви. Если ты сорвался на ближнего, если ты на него обиделся, если ты поступил как-то, что было расценено ближним, как грех, как плохой поступок, если ты сделал это нечаянно, если ты, может быть, даже там, оказавшись в плену, тщеславие или гордости, как-то свысока посмотрел или что-то ответил не то, да, или даже, ну, то есть что-то допустил такое, в ярости, в гневе, например, да, в обиде, там, еще в чем-то. Это случается с нами, со всеми, это случается, потому что мы люди. Но если ты знаешь, что надо любить, и говоришь, нет, я вот в этот момент буду ненавидеть, я буду в этот момент выбирать ненависть, вот это и оказывается грехом к смерти, когда ты выбираешь. Почему? В Ветхом Завете, книге Второзакония, Бог говорит, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, чтобы тебе жить. То есть речь идет о чем? Мы выбираем жизнь или смерть. Как мы выбираем быть детьми Божьими или быть от дьявола? И вот речь идет не о том, что мы должны стать совершенными, и только тогда мы от Бога. Если мы несовершенны, то мы от дьявола. Потому что тогда нет вариантов никаких, все от дьявола тогда были бы. Потому что когда мы отпеваем, например, христианина, служим погребение, мы говорим, ты, Господи, один без греха. Если один Господь без греха, тогда в контексте этих слов не о чем даже говорить. Все здесь понятно и все очень печально. Но если речь идет вот об этом сознательном, внутреннем выборе, с Богом я или без Бога, тогда все сложнее и у нас есть надежда. Как владыка, святитель Николай Японский сказал однажды, грехи грехами, но не ими я жил. И он говорит, я никогда сознательно против Бога, против Его заповедей не шел. Вот это в первую очередь о чем мы должны беспокоиться. Когда этот вектор внутренний утвержден, когда он направлен в правильном направлении, тогда, возможно, остальная борьба, тогда она становится уже понятной, осмысленной и самое главное, не безнадежной. Потому что если мы внутренне не определились, мы можем сколько угодно пытаться что-то шлифовать или лакировать, но если главные проблемы не решены, то мы просто зашлифуем и залакируем собственную болезнь. Рана так и не будет исцелена. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот это и означает как раз, что наша борьба, борьба, это не борьба просто интеллектуальная или там даже аскетическая, духовная, это борьба вместе со Христом, потому что сами в одиночку мы ни в коем случае не справимся. Дальше апостол пишет, дети Божии и дети дьявола узнаются так, «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Очень интересно, вот Иоанн Богослов мог бы написать так, «Всякий, делающий грех, не есть от Бога». Но он написал по-другому. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Кажется, какая разница делать грех и не делать правды. И то, и другое означает отсутствие, в данном случае грех, это присутствие какого-то такого, чего-то отрицательного, а Иоанн Богослов планку повышает. Да, вы можете не делать отрицательного, но если вы не делаете положительного, то вы не от Бога. Потому что святость и безгрешность отличаются не тем, что один совершенен, а другой массу грехов совершает. Нет. Святость и безгрешность отличаются решимостью и присутствием добродетели, присутствием положительного чего-то. Потому что, как Серафим Саровский замечает в свое время, он говорит, вот 10 дев. Одни умные, другие неразумные, но и те, и другие девы. И те, и другие нравственные. Не сказано, что 5 распутниц и 5 дев. Все 10 девы. Но у одних были добрые дела, а у других не было добрых дел. У одних был этот елей, а у других его не было. И, кстати, почему невозможно взять и позаимствовать чужой елей? А все потому же. Нельзя сделать так, чтобы один был праведен, и вдруг стал праведен ты. Потому что это состояние его сердца, это выражение его сердца. Если его сердце выразилось в праведности, твое сердце не может, не будучи праведным, выражаться в праведности. Потому что от избытка сердца, говорят уста, от избытка сердца совершается наша жизнь. Так вот, апостол пишет, всякие, не делающие правды, то есть здесь даже не речь не идет про грех, а речь идет даже о чем-то большем. Делать правду нужно, а не только не делать грехи. Не делать грехи, очевидно, конечно же, очень важно, не совершать грехов, но надо также совершать праведные поступки. Равно и не любящий брата своего. Ну, это тема, которую он уже многократно обсуждал. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Это вот вторая глава, в ней он говорит, я даю вам заповедь, не новую, но древнюю. Потом, говорит, в ней есть некоторая новизна, и оказывается, что это заповедь о любви. Но, вот и здесь об этом же говорится. Вы слышали это благовествование от начала, чтобы мы любили друг друга. Это и от начала проповеди, но надо сказать, что это начало еще в Святой Троице мы наблюдаем. Отец, Сын и Святой Дух творят человека по своему образу и подобию, как того, кто пребывает в любви. Вот Троица пребывает в любви, и люди призваны пребывать в любви, потому что створены по ее образу. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата праведны. Да, в самом Священном Писании Ветхого Завета, в книге Бытия мы видим, что Каин позавидовал, потому что жертва Авеля была принята Богом, а жертва Каина нет. Нам не открыто, почему именно. Ветхий Завет об этом не говорит. Мы видим, что Каин, Бог призрел на жертву Авеля, но не призрел на жертву Каина. Но знаете, в детских библиях есть такие картинки, когда дым от жертвы Авеля идет в небо, а дым от жертвы Каина идет по земле. Мы не знаем, конечно же, как это было все явлено Каину и Авелю. Мы знаем, ну, единственное, что мы можем сказать, судя, потому что жертва не принята, она была не с тем сердцем принесена. То есть, речь шла не о том, что Каин какой-то обычай или обряд неправильно совершил. Речь шла о том, что состояние сердца Каина было неправильным. Возможно, он боялся какой-то конкуренции со стороны Авеля, возможно, боролся за свое какое-то превосходство. Но вот здесь говорится и очень важная вещь говорится. Нам кажется, что Каин убил Авеля из зависти. Но Иоанн Богослов говорит, Каин убил Авеля, потому что он был злой, а Авель был добрый. И получается, что мы не можем сказать, я совершил это, потому что вот тот человек какой-то неправильный, вот он там, он плохой, и поэтому я стал плохим. Нет. Каин убивает, потому что он может убить, потому что состояние его сердца таково. Авель — это просто повод, да, просто вот возможность проявить, то есть состояние сердца Каина просто проявилось на Авеле, но по сути дела не в Авеле. Он не может оправдываться, говорит, знаешь, Господи, ну вот Авель, вот он так плохо поступил, я его и убил. Нет, ты его убил, потому что твое сердце было злым. Иоанн Богослов прямо об этом говорит. Не удивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Конечно же, разговор о Каине и Авеле наталкивает мысль, наталкивает читателей на нас всех на мысль о том, как относятся к христианам мир. Нельзя сказать, что всегда мир относится к христианам плохо, незаслуженно. Не случайно апостол Павел говорит, что бывают такие христиане, из-за которых имя Божие подвергается хуле. У язычников, да, он говорит, имя Божие хулиется между язычниками из-за вас. Есть и такие христиане, которые ведут себя неправильно, это понятно. но нередко, особенно же, когда мы видим в древности гонения, мир гнал христиан, потому что ощущал в них угрозу для себя. Христианский подход, христианское отношение к друг другу, христианская жертвенность, христианское прощение, христианская любовь, претит миру. Она вдруг посягает на его правду, потому что правда мира, это правда насилия, это правда ненависти, правда злобы, правда мести, а правда Христова в ином. Это правда любви, это правда милосердия, правда снисхождения, это и правда защиты, конечно же. Так вот, и апостол говорит, не дивитесь, братья мои, если мир вас ненавидит. Почему? Потому что вы перешли из смерти в жизнь. То есть вы, вот я говорил уже, Бог говорит Израилю, жизнь и смерть предложил я тебе, выбери. И вот Иоанн Богослов говорит, мы перешли из смерти в жизнь. Речь не идет о том, что они были раньше мертвыми, а потом ожили. Они внешне оставались такими же людьми совершенно. Но внутренне, от пути к смерти, они перешли к пути жизни. В этом смысле они перешли от смерти в жизнь. И каким же образом? Очень просто. Потому что мы любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Вот и все, вот пожалуйста. То есть, в Ветхом Завете жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь, и дальше 613 заповедей и запретов. М. Богослов просто говорит. Вот есть жизнь, есть смерть. И что такое смерть? Это не любовь к брату. Что такое жизнь? Это любовь к брату. Почему? Потому что через любовь к брату, ближнему, проявляется любовь к Богу. Всякий ненавидящий брата есть человекоубийца. Ненавидящий, не убивающий только. Планка по сравнению с Ветхим Заветом чрезвычайно повышается. А вы знаете, что никакой человекоубийца, то есть никакой ненавистник другого не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Вот интересно, что он не говорит здесь, который не достоин жизни вечной или не войдет в жизнь вечную. Он говорит об актуальном. Если сейчас твое сердце кипит ненавистью, то в тебе нет жизни вечной. То есть ты не связан с Богом. Жизнь вечная это же связь с Богом, это жизнь с Богом. Сия жизнь вечная дознает тебя истинного Бога, говорит Христос в Евангелии от Иоанна. Так вот получается, что если человек ненавидит, в его сердце не может быть Бога. То есть это две вещи несовместимые. Бог и ненависть не могут пребывать в одном сердце. И самое интересное, что мы выбираем. Вот поразительно. Казалось бы, Бог творец неба и земли, всего видимого и невидимого, уж всемогущий, но мы выбираем, будет ли он в нашем сердце или в нем будет ненависть, чем мы его заполнены. Это, конечно, совершенно потрясающая высота, на которую поставлен человек. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. Христос показал нам свою любовь, когда за нас умер. Апостол Павел говорит, да, Бог умер за нас, когда мы были еще грешниками. И мы должны полагать души свои за братьев. То есть речь идет о жертвенной любви. А когда человек говорит, я вот очень тебя люблю, но знаешь, я ради тебя пальцем не двину, и вообще ничем ради тебя не пожертвую, то понятное дело, что такое поведение любовью не называется. Но Христос ради нас положил свою душу, и мы должны полагать души за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Опять, высота мысли чрезвычайная, и потом резко в практическую плоскость. Почему? Для апостола Иоанна Богослова это не теория, это не какие-то теоретические рассуждения, что можно приехать на Богословский консилиум, замечательно порассуждать о любви, а потом выйти и продолжить решать свои проблемы вполне человеческими мерами. Нет, дети мои станем любить не словом или языком, но делом мысли. Вот он как раз прямо продолжает то, о чем говорил до этого. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Вот эта фраза она довольно необычная, потому что с одной стороны давайте разберемся. Вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем сердца наши перед ним. По чем же мы узнаем? Когда живем не словом и языком, любим не словом и языком, но делом и истиной. Из этого, из того, что мы совершаем дело любви, мы узнаем, мы успокаиваем наши сердца перед ним. Ибо если сердце наше осуждает нас, если мы чувствуем, то есть вот сердце успокоившееся, мы живем, стараемся жить по любви, и сердце не осуждает нас. Если же сердце нас осуждает, то есть если мы сами знаем, что неправы, хотя уж надо сказать, мы все мастера оправдываться, мы все мастера обосновать для себя, почему мы не поступили по заповеди. Так вот, апостол говорит, если сердце наше нас осуждает, то насколько же Бог, да, то есть в еще меньшей, в еще большей мере Бог мог бы нас осудить, потому что Бог больше нашего сердца и вообще знает все, знает обстоятельства нашей жизни. но здесь же кроется и возможность милости, милости почему? Потому что Бог действительно больше знает, он действительно знает наше воспитание, наше образование, наш темперамент, наше физическое состояние, почему мы сейчас сорвались и разозлились, мы можем корить себя, но может быть мы просто болеем и в нас внутренне не хватает сил для того, чтобы сдержаться и мы можем корить себя, но Бог знает, могли мы сдержаться или это было выше наших сил. Поэтому вот в этом Бог больше нашего сердца и знает все, заложена возможность не только осуждения, что уж если тебя совесть мучает, то уж Бог тебе точно еще больше скажет про тебя самого. Здесь заложена возможность более справедливого суда, что ли, справедливого отношения к нам, как строгого, так и милостивого. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное перед Ним. Ну, современный христианин, особенно, если он только воцерковляется, да или наоборот, если он может уже давно вошел в некоторую церковную такую культуру мысли, можно сказать, ну, тогда это вообще непонятно про кого, почему. Апостол Айон пишет, возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас. Но современный человек, встречаясь с христианином, слышит, что христианин должен жить все время постоянным самоукорением. Если ты ни в чем себя не укоряешь, ты просто плохо разобрался. То есть, твое сердце изначально греховно. Если ты чего-то не видишь, смотри пункт первый. Просто смотри внимательнее. Но апостол Айон же пишет христианам, он пишет не кому-то другому. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. О чем же здесь речь? Ну, может быть, какая-то была община особенная, такая, что вот там были святые, вот он им написал, а мы все остальные другие. Но тоже не может такого быть, потому что мы читаем священное писание, как обращенное к нам. В чем же тогда здесь дело? Конечно же, христиане несовершенное. Как все люди несовершенные, а иногда мы даже, может быть, учитывая высоту, к которой призваны, может быть, и грешнее очень многих неверующих людей, потому что они не знают, что делают, а мы знаем, что делаем. так вот, но если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и дальше он говорит о молитве. Это очень древний принцип, он встречается практически у всех древних христианских авторов, молиться можно только с чистой совестью. Речь не о том, что молиться надо только если ты достиг совершенства, это разные вещи. Ты можешь чего-то за собой не знать, ты, конечно, несовершенное существо, но если тебя прямо обличает совесть в твоем неправильном отношении к ближнему, пока ты не наладишь эти отношения, твоя молитва окажется абсурдной. Почему? Потому что ты хочешь наладить отношения с Богом, не наладив отношений с ближним, или, по крайней мере, не постаравшись. Почему это важно, вот эта оговорка, почему она важна? Потому что иногда мы можем стать заложниками чужой обидчивости, иногда мы можем стать заложниками чужой мстительности, когда я совершил какой-то поступок, потом я не просто попросил прощения, я исправился, я даже, может быть, сделал больше, чем нужно, и действительно изменил собственную жизнь, а человек капризный, например, человек обидчивый, он говорит, мне вообще все равно, хоть ты тысячу раз исправился, я не хочу больше с тобой общаться, я не хочу больше с тобой иметь ничего общего, значит ли это, что после этого мы не можем вращаться к Богу, нет, не значит, если мы честно и искренне сделали все от нас зависящее, действительно изменили собственную жизнь, и можем сказать по совести, Господи, я сделал все, что мог, да, то тогда возможно, что отношения неисправлены, но мы со своей стороны все сделали, но вот это очень важно, молиться с чистой совестью, молиться, не просто, знаете, когда совсем чего-то смертного там на душе нет, то уже можешь молиться, но молиться, примирившись, молиться, находясь в мирном духе, иногда, конечно, когда все внутри кипит и что-то совершено несправедливое и плохое и ужасное и мы оказались в тяжелых обстоятельствах, но тогда мы можем молиться, Господи, дай нам мирного духа, да, помоги нам прийти в мирный дух и помоги нам найти выход из этой ситуации, потому что какие бы ни случались обстоятельства, масштабные или в частной жизни, цель у христиана одна, это мир с другими людьми. И апостол говорит, если сердце наше не укоряет нас, то есть если мы со своей стороны постарались все сделать правильно, то дальше мы имеем дерзновение обращаться к Богу и просить Его, и чего бы ни попросили, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем Богоугодное Ему. Казалось бы, вот это шанс, я сейчас в мирном духе помолюсь о чем-нибудь таком, чтобы что-то исключительное, богатство, счастье, и сразу получу все. Но в том-то и дело, что мы, соблюдая Его заповеди и делая Богоугодное перед Ним, не будем просить того, о чем мечтает человек, не знаю, собираясь выиграть миллион долларов в лотерею или еще что бы то ни было. Бог не лотерея. И путь, который предлагает Иоанн Богослов, это не путь, не какой-то там, знаете, такой специальный путь для выигрыша. Вот это условие, вот это условие сделал, все совершил, и теперь бинго, у тебя есть возможность обратиться к Богу с одной просьбой, которая точно будет выполнена. Нет, совсем не так. Он говорит, ты приди в правильное состояние, и ты будешь просить Бога, но если, он сам понимает прекрасно, что дальше изнутри этого состояния, ты ни о чем плохом не вопросишь. А заповедь Его, он уточняет, что же за заповедь он имеет в виду, которая приводит нас к этому состоянию, а заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в нем, а Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам. И вы знаете, здесь приходит на память, это же Иоанн Богослов пишет, приходит на память история, как Иоанн и Иаков, когда проходил Христос и ученики через самарянское селение, хотели низвести огонь с неба, как Илья, на вот этих самых самарян, которые не захотели встретить Христа. И как раз Господь им и сказал, забыли вы, какого вы духа. И вот здесь то же самое, а что Он пребывает в нас, узнаем по тому духу, который Он дал нам. Это дух любви. Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok